Всем привет! Сегодня мы расскажем самое важное о Шри-Ланке, особенно для тех, кто собирается впервые. Какая местная валюта и где лучше менять деньги? Как передвигаться по острову? Что делать, если не знаете английский? Что с интернетом и покупками самого необходимого? Правда ли, что постоянно нет электричества? Как попасть на крутые пляжи? Как вкусно покушать без приключений для желудка? И, конечно же, что посмотреть на острове? А цены на все популярные экскурсии из Египта, Турции и Шри-Ланки смотрите на нашем сайте Travel24Online. Ну а начнем мы с денег на Шри-Ланке. Местная валюта Шри-Ланки – рупий. Самая большая купюра – 5000, и дальше – 1500, 150, 20 и 10 рупий, а также имеются еще монеты. Всегда перед поездкой смотрите актуальный курс в интернете. На данный момент в мире нестабильная обстановка, и, к сожалению, Шри-Ланку это тоже коснулось. Если на протяжении всех последних лет курс был более-менее стабильный, то есть за 1 доллар получалось 180-200 местных рупий, то буквально 9 марта перед нашим приездом все очень изменилось. И за время нашего отдыха мы меняли 1 доллар за 230, 250, 290 и 300 даже рупий. А сейчас, насколько знаю, 400. То есть вы представляете, в 2 раза изменился курс. Менять деньги лучше в банках или в ювелирках. А часто мы просто меняли у торговцев на улице, и всегда было честно. Спрашивали курс, если нас устраивало, то меняли. При отеле курс всегда невыгодный, не рекомендуем менять. У нас с обменом была только одна неприятная ситуация. Мы пришли в банк, для этого нужно было предъявить паспорт, чтобы поменять деньги. И нам ответили, что вот конкретно в этом банке по санкциям белорусским и российским паспортам мы не можем поменять. Но при этом мы выслушали прям тысячу извинений, простите, простите, вот системы не пускать. А в остальном все отлично, наши альфа-банковские карты работали в банкоматах. Откройте для себя Шри-Ланку. Посетите самые интересные экскурсии по Шри-Ланке с лучшими гидами. Забронируйте за несколько секунд в удобном месседжее. Цены и всю подробную информацию смотрите на сайте travel24online. Транспорт. Uber работает в Колумбо, и без проблем можно добраться от аэропорта, например, до поезда или автобуса, и уже оттуда до любого места на побережье. Ну, еще можно заказать трансфер из аэропорта. Стоит он 50-70 долларов в зависимости от расстояния, где именно находится отель. Трансфер мы не заказывали и пользовались Uber только один раз, когда прилетели. А еще здесь очень много тук-туков. Это такие маленькие машинки, полу-мотоциклы, полуавтомобили, на которых можно достаточно дешево добраться в любую точку. Но нужно изначально договариваться о цене, потому что в конце поездки вам могут сказать такую сумму, которая будет гораздо выше, чем она есть на самом деле. Подробнее о транспорте мы выпустим отдельное видео, где полностью по полочкам все разложим и расскажем о том, как мы арендовали машину на Шри-Ланке. Следующее, на чем мы остановимся, это язык общения. К сожалению, на Шри-Ланке не говорят на русском, если, например, сравнивать с Египтом. Здесь основной язык общения – это английский. Но если вы не знаете английский, это тоже не проблема, потому что, например, в многих кафе есть даже меню на русском языке. Ну и вообще, пантомиму, гугл-переводчик никто не отменял. Я даже в кафе однажды видела, как пара русскоговорящая сидели и просто с переводчиком переводили название блюд, чтобы понимать вообще, что заказать. Но если у вас совсем уж плохо с английским, то есть выход. Нужно просто ехать отдыхать в те районы, где в основном отдыхают русскоговорящие. А это Хикадува, Уна-Ватуна и Мириса. Здесь вот выходишь на улицу, в магазин, супермаркет, на пляж, и везде ты слышишь русскую речь. Здесь найти знакомство будет совсем несложно. Хотя я знаю, что многие, наоборот, ищут такие места, чтобы никто их не понимал, то, что они говорят, и им так проще. Вы, кстати, к каким относитесь? Вам нужно, чтобы рядом были русскоговорящие, либо, наоборот, не нужно? Что касается интернета, то здесь проблем с ним вообще нет. Потому что везде на острове есть бесплатный Wi-Fi, в кафе, в ресторанах, в отеле. Поэтому проблем с интернетом нет совсем. И тем более сим-карты и мобильный интернет, он гораздо дешевле, чем в том же самом Египте. Мы, например, за 13 долларов купили сим-карту в аэропорту, и на всю поездку в 19 дней нам его хватило без проблем. Единственная проблема с интернетом были в горах. Там, видимо, не ловила сотовая связь, и поэтому были именно перебои именно только там. Следующее, на чем мы остановимся, это покупки и шоппинг. Самое главное, что вы должны запомнить, это то, что Шри-Ланка – это огромная деревня. И здесь нет вот этих привычных нам огромных гипермаркетов, супермаркетов, где можно все-все купить. Здесь они очень маленькие, магазинчики. И да, самое необходимое вы купите, там, какие-то ватные диски, палочки, шампуни распространенных марок, там, да, фруктис. Но не более того, если вы пользуетесь какими-то эксклюзивными шампунями, особенными кремами, все это везите с собой. Что касается одежды, то тоже здесь все очень специфическое. Еще в Коломбо мы заезжали в торговый центр, он похож более-менее на наши торговые центры, и там можно что-то выбрать. За 10, 15, 20 долларов можно купить сарафанчик. Ну, что касается вот самих вот этих райончиков и маленьких деревень, то там тоже есть, но оно прям все, ну, прям очень колоритное, очень местное. Хотя я умудрилась и там купить. Буквально вот сарафанчики самые простенькие стоят по 10 долларов, более-таки модные, современные по 15-20 долларов. А сейчас я расскажу, как отдыхая на пляже, можно забронировать экскурсию за 20 секунд. Открывайте наше приложение 3L24, выбирайте город, в котором отдыхаете, нажимайте на иконку мессенджера, вайбер, ватсап или телеграм, и пишите, на какую экскурсию хотите поехать. Вся нужная информация приходит вам в мессенджер. Можно задать любой вопрос, и мы всегда на связи. Что касается еды, то обращайте внимание в ресторанах на надписи «кари и спайси». Это значит, что это будет очень острая еда, и в целом на Шри-Ланке очень любят такую вот перченую острую еду. Мне кажется, это, наверное, особенность вообще в целом Азии, где любители такого поострее, погорячее. Поэтому именно смотрите, чтобы не было острого, и даже спрашивайте, когда заказываете еду, говорите «ноу спайси». Ну, кстати, даже это не всегда помогает, потому что для них, видимо, «ноу спайси» – это свое собственное понимание о остроте. Они говорят, что это совсем не острое, но на самом деле есть невозможно. О, ну, походу, это в их понимании немного, но для нас это вообще-то много. Во многих кафе есть еще дополнительные 10% за сервис. Они, кстати, это указывают обычно в меню. Маленькими буквами внизу написано, что плюс 10%. Поэтому обращайте на это внимание. Ну, и также можно, конечно, оставлять чаевые. Следующее, на чем остановимся – это пляжи. Это как раз фишка Шри-Ланки, потому что все побережье – это сплошные, шикарные, крутые, обалденные пляжи и виды. И здесь огромный плюс, что все они здесь общественные. То есть вы можете без проблем взять полотенечко, свою подсилочку и прийти на совершенно любой участок пляжа, в том числе и рядом с самым крутейшим отелем. Также и многие ресторанчики в таких районах, которые более развитые, ставят свои шезлонги. Соответственно, вы можете прийти просто в кафе-барчик, что-то заказать, какой-то напиток и уже лечь на их шезлонг, загорать и отдыхать. Конечно, многие приходят прям к отелям, там ложатся. Для чего? Да потому что у отелей обычно уборка получше и мусора совершенно нет. Что касается электричества, то на Шри-Ланке с ним перебои. И причина, как оказалось, довольно банальная. У правительства нет долларов, за которые они могут покупать топливо. На этом топливе работают электростанции, которые вырабатывают электрический ток. А так как дождей в этом сезоне на Шри-Ланке было мало, то гидроэлектростанции просто не смогли вырабатывать необходимое количество электроэнергии. Из-за этого свет вырубали на 2 часа. А в конце, когда уже был конец нашей поездки, свет могли вырубать и на 10 часов. Только представьте, 10 часов нет света. Именно из-за этого у них, кстати, начались беспорядки. И люди начали выходить на митинги. И, по-моему, кстати, после этого уже свет начали опять включать. Видимо, когда они увидели большую толпу людей, то сразу же нашли, где взять доллары. А сейчас мы сидим в кафе на берегу океана. И свет, к сожалению, пропал в нашем кафе. Только вот эти вот свечи светят, ничего нет. А в соседнем, как видим, налажена система. Как-то что-то есть. Ну, если вы приехали в отель, то, скорее всего, вас это не коснется. Так как в отелях стоят генераторы и вообще во всех кафе стоят генераторы, только в каких-то маленьких гестхаусах может не быть электричество, и вы это увидите. Следующее, на чем хочу остановиться, это где же пожить на Шри-Ланке. Как выбрать отель, бунгало, гестхаус. Мы все наши 9 мест, а именно 9 мест мы сменили на Шри-Ланке, бронировали на букинге. Мы опирались на общее количество отзывов и на рейтинг. И вы знаете, здесь это реально работает. Подробно мы все вам расскажем и покажем в одном из видео. А пока просто напишите в комментариях, что для вас бы было интереснее. Домик прям у океана или домик в джунглях, а может в горах. А теперь немного о том, что же посмотреть на Шри-Ланке. За время нашей поездки мы успели побывать на черепашьей ферме. Съездили на сафари утром на реку. Увидели там крокодильчика. Нам даже сделали массаж рыбки в такой небольшой ферме, где их выращивают. Самостоятельно приехали на водопад. Там встретили обезьянок, покормили их прямо с рук. Они такие прямо ручные, не боялись ничего. Ну и самое, наверное, классное, это когда мы поехали в питомник, где живут слоны. Они подходили прямо к нам, прямо к джипам. Выглядело это очень просто невероятно. В парке еще можно наблюдать красивейших павлинов. Даже видели, как крокодил охотится на буйволов. Ну, правда, он так и не напал, просто сидел в воде. Но все равно, когда в воде лежит вот это бревно, крокодил, и рядом буйволы лежат в речке. И при этом не боятся. Достаточно интересно наблюдать. А еще увидели совершенно другую Шри-Ланку, не похожую на все остальное. Это Форт Гале. Это действительно какой-то такой маленький, европейский, даже старый какой-то город. И он совсем не похож. А вот климат мне больше всего понравился в горах. Дело в том, что на побережье достаточно жарко и влажно. А вот когда мы приехали в горный город Элва, там действительно где-то на 5 градусов температура ниже. И из-за этого ощущаешь просто такой невероятный, классный, весенняя, наверное, даже больше погода. Ну, а еще я там впервые в жизни прокатился на зиплайне. С большой горы на такой тарзанке съехали. Получили просто массу эмоций. И по цене это оказалось, ну, не очень даже дорого. 20 долларов на человека. Ну, а если вас заинтересовали эти экскурсии, то переходите на наш сайт. Там есть все описания и цены. А цены на все популярные экскурсии из Египта, Турции и Шри-Ланки смотрите на нашем сайте Travel24 Online. Кстати, гораздо удобнее бронировать приложение Travel24. Ищите его в Play Market и App Store. Ну, а нам не забудьте поставить пальчик вверх и поделиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда видеть новое видео. А оно уже совсем скоро не пропустим. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok